На трассе конного ипподрома состоялся первый этап Кубка Урала, Сибири и Республики Казахстан по автомобильным трековым гонкам. По заснеженному треку гоняли пилоты из Омска, Новосибирска, Екатеринбурга, Тюмени, Красноярска, Кургана, Барнаула и Петропавловска. В скользящие старты, эффектные повороты, стремительные финиши в гонках участвуют только автомобили, соответствующие техническим требованиям турнира. Все до единого соблюдают запрет на применение шипов на автопокрышках. Контролируют и вес авто. Он не должен быть менее 910 килограммов с учетом водителя в полной экипировке. Победителя состязаний определила коллегия спортивных комиссаров по наибольшей сумме набранных очков. А вот чтобы заслужить признание болельщиков, которых, к слову, собралось немало, гонщикам достаточно было просто давить на газ. Наблюдаешь, как входит поворот, профессионализм все-таки сказывается, умеют ездить, ну и просто скорость. В зимних гонках что интересного? В зимних гонках, ну, скользкий трек. Конечно, здесь нужно мастерство такое, определенное пилотам. В общем-то, это интересно посмотреть. Температура другая абсолютно. Хочу передать привет всем участникам, особенно Деберштейну и, конечно же, образцу спорта. Это же нашему герою, товарищу Фабрициусу. Он просто молодец. За кого ты болеешь? За номер один. За номер один? Почему? Потому что она красная. Я люблю номер один. Победители и призеры получили кубки, медали и ценные призы от регионального министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта. Так, чемпионом первого этапа состязаний стал Амич Дмитрий Катышев. Всего в соревновательной программе значится семь этапов. Следующий пройдет в Кургане уже в новом году, 24 и 25 января. В Омск турнир вернется в феврале, 14 и 15 числа, а Амичи вновь увидят мастерство лучших гонщиков Сибири. А вот финальный этап состоится в марте в Новосибирске.